Я смотрю, вы в маске. Как вы думаете, она помогает? Она не помогает. Это просто, чтобы все они не летели от возмущения. Возмущены и наколены до предела. В Збиногорске, где проживает всего около 11 тысяч человек, разом 38 зараженных, это рабочий Карбалихинского рудника. Источником стал приезжий из республики Башкортостан. Жители испуганы и побаиваются теперь всех новых лиц, в том числе журналистов. А у вас справочка есть, чтобы здоровая? Боитесь? Нет, я не боюсь, я просто воспользуюсь, мне кажется, глаза не нравятся. Еще неприятно, что все-таки руководство рудника так к этому отнеслось. Тут, получается, приехали рабочие, и никто их не проверил. Сейчас мы не в курсе даже обработали ли все там, на этом руднике. Поэтому, конечно, напугались. В таком провинциальном городке, как Збиногорск, мы даже не думали, что такое может произойти. Режим самоизоляции Збиногорцы частично соблюдают. Народу на улицах действительно стало меньше, в магазинах тоже. Но есть, конечно, и те, кто до сих пор бесцельно бродит по улицам, впрочем, как и в Барнауле. Мы уже вроде как все переболели им. Для чего эта паника, я вообще не понимаю. Мое мнение такое. У каждого, конечно, оно свое. Кто-то боится в панике, допустим, как вы в маске. А кто-то просто посмеялся и все. Можно было, конечно, и посмеяться, но тут впору плакать. На руднике пока 39 зараженных, а в городе сотни семей, чьи мужья работали в том же коллективе. Это 200 человек. Вы представляете, что каждый день они приезжали к своим семьям домой и, предположительно, заражали их. Но шахтеры сейчас изолированы, а вот семьи-то нет. По их семьям уже будут тоже они приглашаться или в их дома, значит, будут приезжать бригады медиков уже и производить работу все. Они на самоизоляции? Им грозит за выход из дома штраф? За то, что не выйдут из дома штраф? Ну, эти списки сейчас отрабатываются. И эта работа, когда начнется, ну, а когда, если они будут нарушать, то, конечно... Среди звеногорцев уже есть заболевшие? Я думаю, будут. Будут, будут. Будут, потому что они же контактировали, все равно ходили. Выходили в город, выходили в магазины. Ну, я думаю, на первое место выйдем в Алтайском крае. Закроют ли границы Заминогорска для пресечения инфекции, глава района ответил, это не его полномочия, но добавил. В городе обрабатывают подъезды многоквартирных домов и остановки. Но этих мер недостаточно, считает один из народных избранников города. Вчера ходил платить за свет. Я думал, что тут день с меня так остановит, кто-нибудь скажет, почему, куда идете в возрасте там и прочее. Но надумал, что будет как-то власть будет пожестче относиться к этому. Я проходил полтора часа, люди без масок ходят. Кстати, вот тот самый рудник, где выявлен очаг заражения. Всего 300 метров от границы Заминогорска. На этом руднике трудились десятки приезжих. Это и жители Казахстана, и представители других регионов нашей страны, которые, собственно, и распространили инфекцию, так как не были своевременно отправлены на карантин. В результате чего предприятие сейчас не работает, а город в опасности. На момент съемок предприятие действительно стояло. Но уже вечером стало известно, что работа возобновилась. Там под жестким контролем Роспотребнадзора и Ростехнадзора выполняют минимальный объем. Иначе его эксплуатация в дальнейшем будет невозможна. Там необходимо в ежедневном режиме выполнять необходимый объем работы. А что за работа? Это, во-первых, откачка воды из шахт. Это подача кислорода воздуха в шахты. Это охрана предприятия, это обеспечение всех систем жизнедеятельности этого рудника. Глава района также пояснил, что 34 заболевших доставлены в Рубцовскую ЦРБ. Сначала было известно, что никаких клинических проявлений у большинства заболевших не было. У 27 пациентов в настоящий момент нет клинических проявлений болезни. Они по-прежнему находятся в Рубцовской ЦРБ. 7 пациентов перевели в 5-ю больницу Барнаула, так как у них появились симптомы болезни. А еще 32 работника, которые контактировали с заболевшими и чей первый тест на коронавирус был отрицательный, сидят на карантине в Рубцовской гостинице. В здании отцеплено полицией, вход на территорию запрещен. Здесь они пробудут две недели, но потом, видимо, у них будут брать тест на коронавирус. А между тем, рубцовчан совсем этот факт не радует. Отрицательно. Почему? Ну, потому что не было, не было. Принудительно привезли. Лишняя зараза в городе не нужна. Страшно? Конечно, как любому нормальному человеку. Пока одни возмущаются, другие борются с болезнью, а третьи же ждут свой вердикт. Жители Зминогорска в комментариях не раз задавали вопрос руководству рудника, почему приезжих не отправили на карантин. Задали мы. Сразу они не были отправлены. Они не были. Таких решений не было. По телефону, когда разговаривали, исходили из того, что в Башкортостане таких случаев не было. Поэтому смысла и вот с этими людьми, значит, хотя мы задавали эти вопросы. Мы весь день пытаемся с вами связаться. Расскажите хотя бы, почему карантинный режим не соблюдался на предприятии? Кто сказал, что он не соблюдался? Ну, либо соблюдался. Соблюдался. Он соблюдался. Я не могу сейчас никаких комментариев давать. Я объясняю еще раз, что я сейчас занята. Пока руководство занято, вирус может распространиться сразу в двух городах. А ведь все могло быть по-другому, считают жители. У меня знакомый едет на заездки в Магадан. Ему уже начальник позвонил час, что он приедет, билеты ему пришлют на 15 дней раньше. Это значит, что он приедет на 15 дней раньше своей заездки, пройдет карантин и приступит к работе. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.